Девушки отдыхают Вот что важно, что я всю жизнь занимался фотографией, 14 лет. Я все бережно всегда, ни одной фотографии у меня не пропадало. У меня был еще хороший фотографический материал. Если вы посмотрите эти книги, то увидите, что они очень насыщены фотографиями. Я понимал, что в соединении с уникальной информацией, эксклюзивной, которая была по этим кораблям у меня, и в соединении с фотоматериалом, это должна быть хорошая книга. То есть я этот ожидал, в общем-то, результат. Но я не скажу, что все остальные ожидали. Ну вот смотри, какой интересный скачок тоже в твоем литературном творчестве. После успеха книг об авианосцах, о кораблях, на знакомую тебе тему, о маме, выходит книга журналистов города Святого Николая «История и судьбы». Это дань памяти мамы и ее коллег. Как возникла эта идея вообще? Серьезный же фолиант. Я вам скажу, что действительно, это можно сказать, что это дань памяти матери, потому что она-то была журналисткой, проработала в Южной Правде 36 лет с 1950 по 1986 год. В 1988 году мама умерла. И она, конечно, никогда не знала, что я ни с того ни с того начну писать. Это в некоторой степени дань. Но она здесь, вот мама в этой книге растворена, конечно. Она растворена, потому что у нас столько выдающихся журналистов за это время прошло, что все стали, как говорится, в этой книге никому приоритет не дается. Они все представлены так, как нужно. Каждый стоит того. Вот. И я очень многих помню. Очень много. Я, допустим, прекрасно помню Лазарева, Григория Лазаревича. Это первый редактор «Певденной правды» после войны. Потому что, когда мы приехали в Николаев с мамой в 1950 году из Запорожья, где она тоже работала в областной газете, и она дружила с женой Лазарева, потому что они вместе учились в институте журналистики в Харькове, закончили. УКИЖ назывался, Украинский институт журналистики. И сразу мы с ним встретились. Я у них часто в семье бывал. Конечно, я прекрасно знал Лазарева. И фактически эту информацию, кроме Арончика, Аров, конечно, прекрасно знает. Лазарева мне дал колоссальный материал. Но поскольку я его представлял, я его представлял улыбку, его минику, как он говорит, я смог написать очень хороший о нем очерк. И дочка помогла, которая в Киеве сейчас живет, Оля Лазарева, мы с ней дружили. Когда она узнала, что я этим занимаюсь, она мне кучу материала принесла интересно. Вы потом почитаете, увидите какой-то интересный раздел. Я многих людей знал, о которых уже нынешние журналисты, многие, уже просто не помнят. Потому что они пришли в более позднее время. Хотя они уже сами мэтрами стали. Вот еще такой вопрос. Мы показали большие, крупные работы журналиста и следователя Валерия Бабича. Вот есть маленькая, совсем небольшая книжонка, которая вышла в серии «Легендарные имена». Книга о Владимире Костенко. Книга, которую сам Валерий считает маленьким бриллиантом в своей личной библиотеке. Валерий, несколько слов об этой книге. Ну, Владимир Павеликтович Костенко, конечно, это легендарный человек, который на Николаевских судостроительных заводах был главным инженером, когда создавались известные всем броненосцы императрица Мария. То есть еще до революции, да? Еще до революции. Вот это человек, которого пять раз в жизни приговаривали к смерти. Он начинал на заводе Наваль, да, тогда он назывался? Да, но он когда пришел? После того, что его приговорили к каторге. Он вообще был известнейшим судостроительным в России тогда еще. В те времена он представлял Россию за рубежом на английских вертях. Но когда он оказался в замешанном в деле покушения на царя, его приговорили к каторге пожизненной. Но царь, в конце концов, после того, что к нему Академия Крылов, тогда еще он был капитан первого рана, пошел и говорит, этот человек столько сделал для российского, он участвовал в сусимском сражении, тонул вместе с кораблем. Это страшно. Страшная жизнь у него была насыщена такими. И вот попросил Крылов, чтобы его помиловать. Он написал, дарую помилование, мы должны ценить наши таланты. Он его помиловал, а народ его потом не помиловал, царя, я имею в виду. И его помиловали, но запретили ему служить на государственных предприятиях. Поэтому он приехал в Николаев, поскольку здесь частный, Наваль был частным заводом, не государственным. И вот он здесь работал 10 лет, или 12 был в Николаеве, 10 лет полностью, а 2 года. Потом он был мэром Николаеве, тогда городской голова назывался. После этого опять-таки он построил завод комсомольска на Амуре, спроектировал. Знаменитый Северодвинский Севмаш, на котором сейчас атомные лодки лучше в мире строят. Это все Костенко. А что значит 5 раз приговоренный? Ну, 2 раза. При новой власти его тоже приговаривали? 3 раза его приговорил Сталин к расстрелу приготовить. Потом ему настрел заменяли на пожизненное заключение. Потом выпускали из тюрьмы, потому что он настолько превосходил всех остальных, что ему поручали опять новое дело, опять садили в тюрьму и так далее. Ну, в сталинские времена. И потом Сталин, в конце концов, сам его внес в списки за последние 2 года до смерти при суждении ему Сталинской премии. То есть, в общем-то, для Николаева это вообще легендарная личность, легендарная, которую еще должное не отдали. И головой еще был в Николаеве. 2 года во времена, когда вот эти все в революцию шли смена власти бесконечная. Валера, прежде чем несколько слов сказать об еще одном твоем таланте, расскажи, есть ли что-то в планах, есть ли что-то в папке, если ты такой неугомонный, если тебе так работаются здорово. Ну, вот я понял, что будет переиздаваться город Святого Николая. Да, я думаю, что весной новое издание появится. Ну, это все-таки переиздание. Но я хочу сказать, вот что переиздание. Вот эти книги я переиздаю, слава Богу, что я их переиздаю, и в каждое издание я вношу большие изменения. Оно настолько изменяется, а все, вот допустим, во втором издании, по сравнению с первым, изменилось 80% страниц. Можете представить, насколько серьезная была? Потому что я не очень... То это практически новая работа. Ну, не новая, но... Повторение пройденного, но снова выдавленного. В третьем издании, по сравнению со вторым, 50% страниц. В четвертое издание я считал, что до того хорошее получилось, что мне уже придется ничего не делать, а если нужно будет еще заказать, нажать кнопочку и пойдет. Но так не получилось. Получилось пятое. Вот это пятое лежит. Пятое издание очень хорошее. Шестое издание будет лучше. У меня даже появилось... Вот я чего поглядываю, я принес, но не показал. Появилась даже другая обложка будет уже. Шестое издание будет еще лучше, потому что в нем опять будет внесено масса изменений. Масса. Хорошо. Спасибо за то, что нашел время и наконец выбрался в мою эту программу. Огромное время беспощадно бежит к концу нашей программы. Я еще раз благодарю тебя за то, что пришел. И при телезрителях пообещаю, что это наша не последняя встреча с тобой. Что и новые книги, и, может быть, и песни какие-то другие споются. А вам тоже дякую за увагу. У нас в гостях был Валерий Бабыч, Корабелл, литератор, журналист. Ну и просто цикавая, романтичная людина. Мы еще побачимся. Вам спасибо. Спасибо.